В нашей связи с повышением металлической реактивности нашего организма, наверное, в борьбе с вирусной инфекцией, это является основным способом работы. Ни одна из вас, безусловно, не будет работать без зонных счетов. Здесь, опять-таки, мы отдаем, наверное, некий момент преференции в отношении энергетических встроенной программы, потому что при таком большом потоке информации, который сваливает на наших пациентов, есть методы контроля за выполнением генических манипуляций. И вот эти методы контроля на сегодняшний день есть в программном обеспечении этих зонных счетов, которые позволяют достаточно эффективно, быстро работать с пациентами и помогать им и поддерживать их в этой стрессовой ситуации. Ну, средства интергентальной, гигиены, в общем, тоже без них никуда. И, конечно же, ополаскиватели, содержащие флот гексидин, которые также появляются в рекомендации Европейской парадоклогической ассоциации, как один из методов профилактики, в том числе, которые выразились этим. В последнее, давайте я эти рекомендации покажу, потому что, действительно, мы, опять-таки, возвращаемся к формированию резистентности снизистой. Они перекрывают большинство парадоклогенов, и это, с одной стороны, повышение векологической реактивности, с другой стороны, это профилактика, в том числе, и осложнение. И, как уже было сказано, большая часть, действительно, рецепторов находятся у нас на большинственных железах, но есть и на слизистых языках, и поэтому гигиена языка, она является важным параметром. С точки зрения именно профилактики осложнений, мы, в первую очередь, задумываемся о том, что они должны быть обоснованы по резервуарам накопления, как вирусов, так и параметром генов, поэтому качественная, профессиональная гигиена полости рта. Сейчас, конечно, с этим есть сложности, и, несмотря на появляющиеся данные о том, что полости рта является местом риска для инвазии вирусов, тем не менее, мы должны говорить о том, что в период высокого риска заражения любые аэрозольные методы проведения профессиональной гигиены, они, конечно, могут быть опасны и пока запрещены в период годдавна. Что касается профилактических мероприятий, да, и гектор терапия, и воздушно-авразивные методы снятия зубных отложений, они высокоэффективны и доказны. Самое главное, что поверхность становится гладкой по зубушке, что является основным итоговым моментом выполнения всех этих манипуляций. Для нас это, конечно, как и для пациентов, очень важно. Что касается гигиены, для профилактики осложнений. Здесь, опять-таки, мы делаем упор на средства антибактериальной активностью и на средства, которые способны за счет увлажняющих компонентов, за счет активного кислорода улучшать состояние слизистой оболочки полости рта. Например, появляются средства, которые содержат активный кислород, либо термальные коды, для того, чтобы улучшить параметры слизистой языка с интердентальным международным сосочком счет, для того, чтобы, соответственно, обеспечить более хорошее увлажнение и защиту от повреждений, чтобы не передавалась инфекция вот этим самым им через кровь к легким. Конечно, мы говорим сегодня и об антибактериальной терапии. И, несмотря на то, что в большей степени мы работаем с системами антибактериальной препаратов у пациентов с отягощенной патологией, а психологический компонент это, в общем-то, отягощающий период. Здесь тоже мы можем говорить о назначении существующей патологии. И на сегодняшний день схемы антибактериальной терапии, учитывающей комбинированное назначение препаратов, таких, например, как амазбровок с астинидазоном или амазбицилин с метринодазоном, которые тоже так же проверены в отношении безопасности. Для пациентов на нашем приеме, в условиях, когда мы работаем у неотложных овощей, важным является моментом обезболивания, потому что и так высокий стресс, они вперед, когда никто не работает, должны идти что-то делать в области. В таком случае, конечно, назначение нестероидных патологических препаратов, быстродействующих, в том числе на основе гидролаба, таких как гидрофанди, они являются препаратами выбора. Ну и говоря о тех методах лечения, которые не предполагают какого-либо аэрозоля, но в то же время решают вопрос по снижению качественной и качественной оценки микролиотов, полустиртазов, патогенов, вызывающих обострение воспалительных процессов. Это, конечно, варианты, связанные с фотодинамической терапией и озонотерапией. И действительно, мы проводили исследования, благодаря которому выяснили, что те самые продукты, которые были найдены в легких пациентах после искусственной вентиляции, они как раз довольно хорошо реагируют на фотодинамическую терапию и выдерживают в течение трех месяцев вот этот интервал между процедурами для того, чтобы не происходило реинфицирование. Ну и, наконец, о тех выводах и рекомендациях, которые есть на сегодняшний день в ЕСП, согласно тому, что мы можем говорить пациентам. Не то, что мы с ними выполняем на приеме этого года воды Виктория Геннадьевна, а то, что мы говорим нашим пациентам. Конечно, требует еще наказательности то, что коронавирусная инфекция попадает в легкие через полустиртаза. Поэтому рекомендовать пациентам после общения каждый раз прополаскивать рот коронавирусная инфекция, мы, конечно, на сегодняшний день пока не можем. Но то, что мы можем рекомендовать им однозначно, это выполнение стандартов гигиенических манипуляций, учитывающих применение препаратов на остальные битрабонаты, натрия и коронавирусная инфекция. И, конечно же, соблюдение дистанции и отношение массов. Поэтому, пожалуйста, все эти данные вывешены на сайте Европейской фронтологической ассоциации и Европейской фронтологической ассоциации. Еще раз возвращаюсь к Максиму Колькову. Треболее деятельным союзником болезни всегда является уныние оборону. Поэтому давайте не будем унывать, побольше оптимизма и медитернаумы. Спасибо всем. Но что я хочу сказать, все-таки у нас в зале много тоже присутствующих, кто переболел коронавирусом и врачом. У нас есть собственный опыт, когда мы наблюдаем. Психологический компонент индивидуальной гигиены полуспертавной профилактики очень важен. Те люди, которые начинают обрабатывать свой род более часто, это, конечно, мы говорим о лёгких планах, да, конечно, для последних тропов и членового лагерства. Но не нельзя забывать. А то, что у нас в стационаре тоже лежат очень разные пациенты. И сейчас мы прорабатываем на градацию оказания, и здесь, конечно, психологический аспект индивидуальной гигиены полуспертавной, который не может проводить себе тяжелые пациенты. Я помню, 20 лет назад в Стокгольме, в Швеции, меня поразил симпозиум, связанный как раз с обработкой полуспертава у пациентов, лежачих, после инфаркта, после инфаркта. То есть уже есть такие ассоциации, есть целое поколение, которое этим занимается. Сейчас, говоря, я не знаю о том, что там, а что, собственно говоря, происходит. То есть вы понимаете, кто в красном зоне, как что обрабатывается. Вот я сидя и буду показывать пальцы, и сидят медик, которые, находясь в стационаре, я им говорю, первое, что смотрите на дару. Смотрите, что можно сделать. Смотрите, что мы можем как стоматологи сказать. И что, понимаете, это очень важная задача. Стоматолог – это всегда психолог. Это всегда психолог. И на сегодняшний момент, я уже вчера помогала, когда я много раз, в течение нескольких лет, что мы сейчас получили возможность еще и медицинской психологии на профессиональном уровне рассмотрения вопросов с инвентарной труппиены. Доказательные результаты доказательной медицины, когда мы точно знаем, когда все кричат там, начиная с соды, 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 да? А когда у нас каждый журнал, когда мы говорим по результатам, и мы знаем о том, что, когда мы даже берем журнал, и мы говорим о том, что благодаря наличию 60% земли концентрации, да, микробората, натрия, мы можем усиливать механическую чувствую, но изменяя, благодаря изменению плаш, мы изменяем микробный пелизаж. Благодаря изменению плаш, мы даем возможность восстановиться собственным силам организма. Поэтому никто не будет спорить. Мы не говорим ни о каких рекламных вариантах, мы говорим о том, что если мы что-то работаем, мы следуем не знаем, мы должны опираться на базовое знание человека элементарно. Школьная клиническая программа. Понимаете, я говорю, какой нормальный плаш? Приведите в бит запросы среди своих ценных. Что такое нормальный плаш? Что они вам скажут? Ноль. Понимаете? То есть люди не понимают. И когда вы будете своим знанием эти вклады, то мне кажется, что этот психологический компонент изучения знаний пациента, мотивации, компоненция, о которой мы можем говорить. Вот здесь процент начало присутствует, процент с аппуляцией присутствует. Мы уделяем огромную нюанс пенсификации, подхода, который основывается прежде всего на определении нормального мотивации. Человеку, который не насторен, но учить невозможно. Поэтому сначала ты должен изменить его уровень мотивации, и тогда ты на этом уровне. Вы понимаете, как вам человек приходит? Приходит человек, который хочет учиться, и он будет учиться. Поэтому мы не стремимся к тому, чтобы заставить неученного человека сразу выцепить сознание. Давайте попробуем сначала мы стремимся зародить в него необходимость осознания того, что мы это делаем. И тогда мы будем после приема пищи делать вот сейчас. Посмотрите, мы все должны зародить это чувство. Наша сегодняшняя цель, сегодняшний вариант, чтобы каждый знак стал, из нас стал микроцентром Вселенной, который позволит жить лучше, красивее, и не будет сам нарушать своей победой над определенными заболеваниями, над определенным своим составом людей. Вот ту, так скажем, борьбу с унынием, а мы знаем о том, что уныние – это один из величайших грехов христианства. Поэтому у нас много, но давайте об этом помнить. И мне кажется, что сегодня я просто, обратно говоря, получаю удовольствие, когда вижу, что люди могут спокойно, в хорошем условии, достойно нашего города, не нарушая чего-либо, поэтому получить новые знания. И я с большим удовольствием предоставлю то слово моему тоже другу, профессору Веденову, Ирина Александровна, это Воронежская школа, которая я люблю, работаю в Куме, в Миске, в Попове, я тоже в Ракоми отборолюсь с вариантами, мы надеемся, что мы все победим, профессору Воронежу, профессору Викторову, профессору и Панюкову. Это те люди, с которыми нас связывают эти люди. Ну, и, конечно, наша есть борьба с системой и логическими заболеваниями. Ой, Наталья Апсидовна, потому что там носло, жили наше. Спасибо.